Здравствуйте, друзья! Не спрашивайте меня, почему я пропадал и вернулся ли окончательно. Просто как это обычно бывает, все пошло не по плану и в мою жизнь ворвались новые обстоятельства. В связи с ними я был отрезан от сети интернет и больше не мог продолжать полноценную работу. Однако, все о чем я говорю не заставило меня сидеть сложа руки. Я как и прежде продолжаю делать видео в надежде на светлое будущее. Вероятно, когда этот ролик окажется на канале, все что я говорю будет сильно в прошедшем времени, но отнеситесь к этому с пониманием. Обещанный мной опрос, как и любая другая деятельность в сети, на момент создания ролика для меня практически недоступна, поэтому я выбрал самую часто упоминаемую игру в комментариях и начал делать по ней видео. Думаю, не для кого не стало сюрпризом, что этой игрой оказалась Dark Souls или в данном конкретном случае ее ремастер. К сожалению, из-за особенности построения мира игры, полностью повторить формат гайдов по локациям из Elden Ring у меня не получится, поэтому пришлось остановиться на варианте обычного прохождения. В связи с тем, что я не собираюсь изменять себе, игру буду проходить мастером дубины. В соответствии с этим выбором класс персонажа будет воин. А дабы получить максимальную свободу, даром я выберу отмычку. Конечно, я никого не принуждаю поступать также, однако последующее прохождение будет учитывать наличие данного предмета. Тут можно было бы рассказать про то, какие преимущества дают разные дары, но видео не об этом. Итак, перс готов, мы тоже, пора начинать. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно. Как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет, давай улетим. Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора. Туда, где синеют морские края. Туда, где гуляем лишь ветер. Да я. Хоть это не серия ТЭС, но начинаем игру мы в темнице. Чутка недогнив и не превратившись в безмозглую нежить, нам выпадает шанс сбежать. Выпадает он нам вместе с телом, на котором мы забираем ключ от камеры. Открыв с его помощью дверь, бежим по коридору, игнорируя пол их и надписи на полу. Впрочем, со вторым я, наверное, загнул. Также из этого коридора можно наблюдать зал, в котором прогуливается огромный демон. Тварь выглядит угрожающе, но пока нам с ней дело иметь не придется. Поэтому забываем про ее существование и идем дальше. Дойдя до затопленной комнаты, обходим ее по правой стороне. Тут есть проход, а за ним лестница, поднявшись по которой, мы попадаем во двор. Во дворе нас встречает первый костер. Разжигаем его и осматриваемся. Кроме костра, здесь есть два потенциальных выхода. Один из которых, конечно же, оказывается заперт. Открыв двери, мы попадаем в просторный зал. Сделав по нему несколько шагов, видим, как откуда-то сверху спрыгивает демон. Он не такой большой, как тот, что мы видели ранее, но все равно внушает. В этой ситуации Миядзаки дает нам выбор. Сражаться или бежать. В первом случае с нашим даром мы будем очень долго мучиться, неоднократно умирать и если нам все же хватит терпения, то в итоге за победу мы получим демонический молот. Стоит ли мучиться из-за него, решать конечно вам. Но с учетом, что данное оружие абсолютно бесполезно в начале игры, так как на него тупо не хватает характеристик, то я всем рекомендую не заморачиваться. А если уж прям очень хочется, то есть смысл выбрать в качестве дара бомбы и с их помощью одолеть босса. В любом случае для нас это не вариант. Поэтому просто пробегаем к двери на левой стороне и покидаем зал. Решетка за нами закрывается и после этого лут выпадающий с демона меняется. Под лестницей нас ждет затопленная комната и очередной костер. Отмечаемся на нем, после чего находим выход. За углом оказывается длинный коридор, в котором стоит нежить. Этот полый, в отличие от других, агрессивен и вооружен луком. Учитывая обстоятельства, быстро пробегаем и свернув камеру слева, подбираем щит. Одеваем его, если нужно, после чего выбрав момент, возвращаемся в коридор. Теперь уворачиваясь от стрел, сокращаем дистанцию с лучником. В какой-то момент он начинает убегать и мешать ему не стоит. После того, как нежить уходит за угол, у нас появляется возможность спокойно подобрать и экипировать свое первое настоящее оружие. Тут стоит отметить, что лут в данной локации зависит от выбранного класса. К примеру, какой-нибудь бродяга здесь поднимет не меч, а дубину. Разбойник же получит топор. Ну и так далее. Взяв в руки оружие, вспоминаем про так называемый двуручный хват. Такой вариант хвата дает нам следующие преимущества. Во-первых, добавляет 50% к силе при расчете соблюдения требований. То есть, если оружие требует 15 силы, мы сможем при двуручном хвате полноценно его использовать при 10 силы на персонаже. Во-вторых, мы получаем бонус к урону. И в-третьих, бонус к урону по балансу. В общем, штука весьма полезная, особенно с учетом никчемности, доступных на данном этапе щитов. Теперь с шашкой наголо отправляемся вслед за лучником, и ввалим его с удара. Дальше проход закрывает белая пелена. Проходим через нее и оказываемся на втором ярусе над двором. Тут есть выбор – пойти вправо или влево. Сразу скажу, что слева ловить нечего. Поэтому идем по первому варианту. Сначала дойдя до лестницы, спускаемся вниз и открываем дверь во двор. После этого, отдохнув у костра, возвращаемся на второй этаж. Теперь, если начать подниматься выше, то хитрый нежить столкнет вниз железный шар. Естественно, попав под него, персонаж получит урон. Поэтому заранее уходим в сторону. Пролетев мимо, железяка ломает стену позади нас, и за ней оказывается тот самый рыцарь, что помог нам выйти из камеры. Поговорив с незнакомцем, узнаем от него легенду об избранной нежити. А также получаем в подарок флягу с эстусом и ключ. Ключей будет два, если вы предварительно убили демона. Забрав предмет и исчерпав предсмертные реплики персонажа, покидаем за стенок. После этого за спиной можно услышать характерный звук. Оскар и Засторы покинул этот мир навсегда. Немного жаль, но идем вверх по лестнице, караем нежить и открыв дверь, попадаем в помещение с разрушенной внешней стеной. Тут пусто, но если вы играете пиромантом, то здесь будет лежать перчатка. Пройдя чуть дальше, за углом можно обнаружить несколько полых. Двое пойдут в ближний бой, а третий будет прикрывать их, стреляя из лука. Избавляемся от всех, после чего заглядываем в следующее помещение. В нем оказывается нежить со щитом и дверь. Дверь заперта, поэтому нечего там делать. Идем назад, находим пелену и пройдя через нее, оказываемся над головой демона. Тут главное долго не думать. Нужно сходу спрыгивать вниз и в полете нажать обычный удар. Если все сделано верно, то персонаж вонзит свое оружие в голову босса и нанесет много урона. Добивать здоровяка придется самостоятельно, без каких-либо хитростей. Впрочем, глаза боятся, а руки делают. При наличии у нас настоящего оружия, демон оказывается довольно посредственным противником. Он, конечно, пытается достать нас своим молотом, но учитывая его медлительность, шансов для проведения ответных атак остается более чем достаточно. Пользуемся этим и избавляем мир от чудовища. В награду за это получаем большой ключ паломника, одну человечность в качестве намека на природу демонов и две тысячи душ. После этого открываем с помощью ключа выход, за которым окажется кладбище. Продолжив путь, поднимаемся в гору, до места, где справа будет гнездо на обрыве. Здесь сворачиваем влево и за стенкой находим душу мертвеца. Забрав добро, возвращаемся и продолжаем подъем. После того, как мы доберемся до края локации, нас загробастает гигантская ворона и отнесется в страну древних повелителей Лордрон. Ворона доставляет нас к костру в Храме Огня и первым делом надпись на экране сообщает игроку, что в Лордроне функционал костров расширен и теперь мы можем, отдыхая у них, повышать уровни. Давайте сходу воспользуемся этим и апнем нашему персу пару очков силы. Это необходимо, чтобы использовать неплохое оружие, которое мы найдем совсем скоро. Потратив души, давайте осмотримся. Игнорируя хмурого мужичка, находим у колодца три человечности. После этого поднимаемся по лестнице в сторону здания и сворачиваем к горе. Тут в тупике заныкано несколько бомб. Забрав добро, возвращаемся к лестнице и сворачиваем вправо. Здесь в помещении с глиняными кувшинами мы встречаем плотного телосложения клирика. Как выясняется в беседе, зовут его Петрус и он с другими служителями культа Белого Пути прибыл в Лордрон из Торолунда с важной миссией. Кроме рассказа, Петрус даст нам медную монету и предложит услуги Учителя Чудес, но перед этим поставит условие. Мы должны вступить в ковенант Белого Пути. Отказывать доброму человеку смысла нет, поэтому соглашаемся и получаем доступ к меню данного NPC. Здесь можно выучить жест, продолжить разговор и конечно же посмотреть товары. Среди них будут различные чудеса, а также талисманы, с помощью которых эти чудеса приводятся в действие. Если вы не планируете играть через веру, то наверное покупать у Петруса ничего не нужно. Хотя для новичков чудо исцеления, требующее 12 веры, будет неплохой поддержкой, позволяющей значительно экономить эстус. Но мы избежим лишних трат, сказал я и купил у Петруса информацию о миссии клириков. Шаг, надо признать, абсолютно необязательный. Ту же информацию можно будет получить в будущем бесплатно у другого персонажа. Ладно, закончив дела с Петрусом, оставляем ждать его спутников, а сами продолжаем исследовать храм огня. Напротив клирика есть лестница. Поднимаемся по ней до самого конца, пока не находим душу мертвеца. После этого идем назад и видим два арочных прохода, за которыми зияет тьма. Немного ссыкотно, но все же набираемся смелости и делаем шаг вперед. Ну ладно. Мы живы и, более того, получаем доступ в схрон клириков. Тут в нескольких сундуках лежат весьма интересные вещички. Среди них имеется несколько крайне полезных косточек возвращения, моргенштерн, который нам пригодится совсем скоро, талисман, такой же, как продает Петрус, предметы для сетевой игры «Треснувшее красное око» и талисман Ллойда, временно блокирующий действия эстуса в определенной области. Обыскав все, спускаемся на кладбище и, игнорируя движение костей, уходим влево, вверх по лестнице. Здесь забираемся на второй этаж храма и обходим помещение вокруг. Вот же привязался. Так, о чем это я? А. Здесь мы можем поднять души мертвеца. Сделав это, спускаемся вниз и теперь экипируем моргенштерн. Наш путь лежит на кладбище, и это оружие хорошо нам послужит. Вообще, скелеты считаются на данном этапе довольно сильными противниками, и бои с ними чаще всего предлагают избегать. Но если в руках героя дробящее оружие, то скелеты становятся не такими уж и сложными. Все дело в том, что при попадании таким оружием скелеты рассыпаются и какое-то время бездействуют, что позволяет безопасно наносить им урон. Пользуемся этим, избавляемся от первых скелетов, после чего поднимаем у дороги большую душу мертвеца. Теперь разворачиваемся и вступаем в бой со скелетами под лестницей. Одолев их, забираем с тела еще одну душу. С этого момента держимся ближе к горе и идем между могильных плит. В какой-то момент перед нами восстанет скелет великана, и простые атаки по нему не принесут ожидаемого эффекта. Что же, разрываем дистанцию и пробуем ударить посильнее? Тут есть выбор, нанести обычную усиленную атаку или же атаковать в прыжке. Как видите, такие атаки способны разобрать даже больших скелетов. Расправившись с противником, подбираем бесполезное для нас крылатое копье. Теперь продолжаем двигаться дальше вдоль горы и выходим к большой плите, перед которой разбросаны кости. Кости эти при приближении, естественно, начинают собираться в скелетов. И тут есть смысл отойти назад, чтобы не нагреть толпу. Подождав несколько секунд, начинаем аккуратно выманивать скелетов по одному. Закончив со злодеями, забираем в этом месте дворучный меч. Именно это медлительное, но мощное оружие станет нашим основным на начальном этапе игры. Однако это чуть позже, а сейчас продолжаем исследовать кладбище. Дальше на обрыве мы забираем бинокль. После этого находим лестницу, ведущую в какую-то темную пещеру. Туда нам не надо, поэтому разворачиваемся и держимся правого края локации. Тут на пути будет еще несколько скелетов и щит кадуцей. Забрав его, отбиваемся от оставшихся злыней, после чего возвращаемся к костру, прихватив по пути еще одну душу мертвеца. Для того, чтобы использовать дворучный меч, нам надо 16 силы. А значит, вкидываем еще очко в эту характеристику. Остальные очки распределяем между выносливостью и здоровьем. Вообще, в билде, который я собираюсь сделать, основной характеристикой является выносливость, а большим запасом здоровья мой персонаж отличаться не будет. Закончив с уровнями, обращаем внимание на вялого воина и проводим с ним беседу. Этот язвительный человек скажет мало чего полезного, но даже так общаемся с ним, пока реплики не начнут повторяться. После этого находим рядом лестницу и спускаемся по ней. Оказывается, что все это время под костром за решеткой была заперта женщина. Пообщаться с ней не выйдет, так как она не может говорить. Однако, при наличии у нас души хранительницы огня, немая сможет усилить флягу с эстусом. Такой души у нас, к сожалению, пока нет, а значит оставляем женщину в покое. Теперь находим еще одну лестницу, уходящую вниз. Она ведет к лифту, который в свою очередь доставляет нас в руины нового Лонда. На самом деле, нам сюда идти рано, однако здесь имеется несколько интересных вещей. Для начала идем влево и спускаемся по лестнице. Забираем в тупике душу солдата, после чего продолжаем спуск. Выйдя на площадь, держимся правой стороны. Проходим мимо входа в башню и на краю перед водоемом обнаруживаем праздноваляющуюся нежить. Она не агрессивна и рядом с ней есть спуск, в конце которого имеется решетка. За этой решеткой сидит мужичок. Как выясняется, зовут его Рикерт и по профессии он маг-кузнец. За решеткой этот персонаж сидит по собственной воле, так как снаружи опасно, а он жуть как боится стать полом. Кроме разговоров, Рикерт предложит услуги кузнеца, а кроме этого у него можно приобрести посох и пару начальных заклинаний. В общем, весьма полезное знакомство. Закончив общаться, возвращаемся на площадь и уходим вправо. Тут за стеной можно найти тело с эстаком. Это довольно популярное оружие среди любителей пвп. Однако, учитывая, что в данный момент сервера игры отключены, оно годится лишь для коллекции. Перед деревянным мостом чуть дальше следует разбить кувшин и забрать два временных проклятия. На этом по идее тут все. Однако, давайте покажу небольшой лайфхак. Если пройти по мосту дальше, то среди руин справа можно заметить лут. Это светится не что иное, как душа-хранительница огня. Та самая, что нужна для улучшения эстуса. Конечно, чтобы забрать ее, придется рискнуть шкурой. Однако, терять нам нечего и единственное, что меня останавливает от такого шага, необходимость в будущем показать эту локацию и показать ее желательно со всем имеющимся тут лутом. Однако, у меня есть другой перс и он любезно продемонстрирует, как можно получить драгоценную душу. Да, не лучший пример, но дорога и суть, думаю, ясна. Если вы заберете душу, то сразу усиливаете флягу и снова спускайтесь, потому что тут у нас остался еще один маневр, который позволит получить отличное снаряжение. Возвращаемся на площадь и в дальнем конце находим вход в башню. Тут за лестницей окажется запертая дверь. Однако, отмычка исправит ситуацию. За дверью окажется локация Долина Драконов. И также отсюда можно попасть в Чумной город. Чумной город нам пока не нужен, а вот в Долине Драконов есть кое-что интересное. Это кое-что лежит рядом с тушей дракона и брать его страшновато. Но, как я и говорил ранее, терять нам нечего, а значит ценности спереть однозначно нужно, пусть и ценой жизни. Тем более, что тут лежит прекрасный щит и не менее прекрасный меч. Щит дает 100% защиту от физурона и прекрасно защищает от огня, при этом довольно легкий. Меч же имеет бонус к урону от веры, что должно заинтересовать будущих клириков. Мы в данном конкретном случае, по уже озвученным причинам, предметы оставляем на месте и возвращаемся к костру в храме огня. После всех исполненных телодвижений, мы наконец-то можем приступить к непосредственному прохождению. Для этого находим взглядом здание акведуков, которые находятся дальше по ущелью и отправляемся к нему. Аккуратно поднимаемся у горы и видим группу полых солдат. Они смотрят в нашу сторону, готовые к нападению. В такой ситуации, конечно, лучше не рисковать и постараться выманить врагов по одному. Убив парочку, стоит избавиться от полых наверху, так как один из них будет без устали кидать в нас бомбы. Однако, врываясь наверх, стоит учесть еще одного солдата за подъемом. Также к веселью может присоединиться полый, стоящий на лестнице. Но не в этот раз. Избавившись от врагов, спускаемся вниз, где добиваем оставшегося бойца и забираем душу. Теперь наша задача попасть под мост. Для этого разбегаемся и прыгаем. Мы на месте и, рискуя жизнью, проходим на противоположную часть ущелья. Тут на теле лежит жертвенное кольцо. Колечко красивое, однако прежде чем его напялить, внимательно прочитайте описание, потому что по сути это кольцо-расходник. Чтобы вернуться, придется снова исполнить прыжок. Делаем это и забираемся наверх. Убиваем по пути оставшегося солдата, забираем за ним душу мертвеца и заходим внутрь строения. Здесь немного стрёмно, но берем себя в руки и первым делом караем крысу перед решеткой слева. После этого поднимаем очередную душу. Теперь движемся в противоположном направлении, пока не находим по левой стене выход. Дальше можно заметить решетку, но открыть ее с этой стороны нельзя, так что выходим и поднимаемся по лестнице. Этот путь приводит нас в город нежити. И внезапно его прохождение будет в следующем видео. Благодарю всех за компанию. Надеюсь на ваши отзывы и другую поддержку. В свою очередь я сделаю все возможное, чтобы продолжить работу канала. Хотя в нынешнем финансовом положении это будет совсем непросто. Ладно, забудем о плохом хотя бы ненадолго. И не знаю, восславим солнце что ли. Попросим, чтобы оно испепелило повелителей, которые привели страну в такой упадок. Все друзья, всем пока. Желаю вам здоровья, удачи и терпения.